Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я прибыл со своими помощниками на адрес улицы Лесная, дом 6 и 7, чтобы посмотреть, как живут жители. Так как эти адреса входят в мой округ, и дома действительно являются аварийными, поэтому посмотрим, как люди здесь живут. Мы будем уповать на то, что вам уже около десятка лет обещают вас переселить, и до сих пор не... Вот они, объясняют. Ну вот, вот, вот. Ну мы будем уповать на то. Вот программа муниципальная. Вы знаете, мы хотим вам помочь. Администрация вот взбила в голову, что нас выселяет ЗАО МЖК. ЗАО МЖК на данный момент о себя банкротом объявила. Все. ЗАО МЖК, значит, вот она построила вот те там три дома, и она должна была построить муниципальный дом. Для нас, для четырех домов. Здесь даже кран не поставить, какой тут дом построить. Тут ни дороги, ничего нету. Это глупость, я им сказала. Мы попробуем сдвинуть этот мертвый камень с места. Хотя бы чуть-чуть. Первый этап, чтобы мы сейчас все-таки сделали таким образом, чтобы официально признали аварийным. Давайте вот так. Вы знаете, надо пить не на аварийность, а на газ. То, что здесь привозной газ, 21 лет. Вот на это надо пить. Ну и в том числе. Но они же в любом случае будут здесь одна хижина стоять, и они скажут, если не аварийный, мы не будем делать ничего. На лиственной площадке две квартиры или три? Нет, две. Ну в любом случае, больше 50% жителей находится здесь. Ну, наверное, как. Вот только недавно спилили дерево. Оно лежало на крыше. Ну. Вон. И все. Да. А вы платежки фонда капитального ремонта платите? Нам и не дают. Если вам предложат жилье в другом районе. Нам уже предлагали. В Путилково, при Хабирове, минуя как раз все инстанции. Мы сказали им спасибо за добрые люди. За Путилково. За Путилково. А там вот и здесь можно. А если за Палеха? Там тоже надо смотреть. В зависимости от того, какие дома. Понимаете, я больше полвека, и остальные больше полвека прожили вот именно здесь, в Красногорске на Лесной. Мы здесь родились. А предложили помойку. Сейчас даются, но мы с как дома. Почему коренным жителям не предоставили? И туда зайдем. До этого вина на горке стоишь, чтобы кирпичами заложили. Сейчас посмотрю. Вот трещина идет. А вода горячая, холодная как поступает? Вообще нет? Только холодная. У нас горячая вода вообще нет. А за счет газа нет? Вне машины нет своей собственной. Возить мне некуда. Мою мужа. Сама моюсь. То есть у вас нету бойлера? Нет. У меня коммуналка. Вот еще Максим. Комната его. Которого было на приеме, да? Да. Я понял. То есть это только у вас нет бойлера? Или у кого-то есть тоже бойлеры? За счет холодной воды? А первый раз вы вообще начали обращаться, чтобы начать расселять людей? Это в 84-м году? Да, вот которая стояла с вами разговаривала, маленькая Ростика. У нее все документы вот такая. С 84-го в советское время еще. Обалдеть. Вот муж где-то. Поздравлястка есть у меня, а он пользуясь не может. Потому что здесь пороги. Туалет, он не проедет. Широкое количество. Здравствуйте. У нас достаточно очень масштабное движение. Теперь юноша и взрослый очень сильно настроены на то, чтобы помогать. Помимо наших спортсменов. Все вот в этом духе. Илья Сергеевич. Я говорил, ну почему? Но если у вас... Если, ну кому просить? У меня будут два или три человека ответственные. Илья Сергеевич, извините меня. Но я что, буду просить, чтобы мне сумки принесли? Я еще в состоянии сама. Ну хорошо, но супруга вы... Супруга, он даже спустится еще сам, прыгая по лестнице. Поднять уже его не могу. Он что, будет ждать, пока я нагуляюсь с ним на улице, потом придет мне помогать его поднимать? Тут людей еще и вставали. Аккуратно наступайте. Вот так Люди живут. Да. В марте комиссии никаких не будет. Там сейчас все это перевели. А там уже будем отталкиваться от того, что я предложил. И пробую. То есть, получается, что мы и поедем, пока они нас там бывают. Мы и поедем? Ну, 6 утра. А что это квартир будет хорошо? Спасибо за субтитры. Игорь Негода. Продолжение следует...